Здравствуйте, уважаемые телезрители! Я вас вновь приветствую на канале «Импакт». Это еще одна программа, которую мы можем провести в данной студии. И я желаю, чтобы она была благословением и для тех, кто будет сегодня с нами. Молодежь – это та тема, о которой мы сегодня будем говорить с Кристиной. В общем-то, мы с ней сегодня два гостя в этой студии. И поэтому будем вести программу с учетом того, что есть вопросы у вас, молодежи. И так хочется, чтобы не только молодежь, но и родители могли услышать запрос детей. И, соответственно, дети могли узнать, что же волнует родителей. Я не думаю, что это будет новостью, но в то же время так хочется, чтобы люди научились слышать друг друга. А самое главное – научились слушать себя, потому что там так много ответов. Ответы, которые посылает Господь наш Дух, ответы, которые есть внутри как запрос. Потому что человек, который предназначен для высокого, то внутри есть встроенные те механизмы, которые нас туда направляют. И поэтому, если мы предназначены для отношений с Богом, то у нас есть в этом жажда, есть в этом потребность. Но если ее заполнять другим, то можно ее каким-то образом заполнить, но это не будет восполнением поистине того состояния души, которое есть как необходимость. То есть заменители, они ведут совершенно в другую сторону. И с этим надо разобраться, кто я, чем наполнен и что происходит в моем сердце. Я думаю, что в этом эфире вы найдете хотя бы на какие-то вопросы свои ответы. И я представляю также Кристину, которая будет вести с нами эту программу. Кристина, доброе утро. Доброе утро, Ольга. И, пользуясь случаем, я сразу же хочу поблагодарить вас за то, что вы так много служите. Даже очень много послужили лично мне. Спасибо, Кристину. Поэтому в эфире в прямом хочу сказать вам огромное спасибо. Ольга, я сегодня хотела бы поговорить с вами, задать вам некоторые вопросы. И хотелось бы, чтобы это было очень просто и доступно всем. Хочу задать такой вопрос, но вначале я расскажу ситуацию, которая происходит сейчас. У нас сейчас произошел разрыв поколений. Потому что, можно сказать, я буду говорить больше о христианской молодежи, которые выросли в христианских семьях. Значит, наши деды, отцы, они были такими очень сильными, они были гонимы за верующих в Советском Союзе. Потом пришли 90-е, тоже было большое пробуждение. Но потом все начали переезжать в Америку. Естественно, здесь нужно содержать семью, на работу ходить. Они русские остались, а дети уже американцы. И вот получается, в американской культуре немного другие устои. И получается вот такая несостыковка. К примеру, уже сейчас молодежь приходит в церковь, и, во-первых, им неинтересно. Во-вторых, они не могут найти себя. И многие дети, они даже не общаются со своими родителями. Я думаю, что здесь сразу несколько вопросов затрагивается. И, наверное, в основном сейчас затронут вопрос культуры. Потеряна русская культура. И в данном случае это даже не вопрос веры, а вопрос причастности к культуре. И если эта заинтересованность, она была в родителях, то, скорее всего, ее можно было передать детям. Если в сердцах родителей было отторжение от того, откуда они приехали, то ты не передашь любовь к этому народу, не передашь любовь к этой культуре и к этой истории. И тогда здесь, в общем-то, надо просто и родителям посмотреть свое сердце. И одно дело, когда есть система, от которой они уезжали, а другое дело культура и нация. Это, в общем-то, разные вещи. И в России очень богатая история. И очень богатая культура. И очень богатый потенциал народа. И если есть возможность восполнить этот недостаток родителям, то это будет благом и для детей. Особенно те, которые еще растут и которые в этой среде находятся. Есть семьи, но я бы сказала очень немного, которые на самом деле ценят то, откуда они приехали, и отделяют то негативное, что было связано с системой. И в таких сердцах есть определенного рода успеха в развитии взаимоотношений с детьми. Я сейчас даже не беру пока христианское основание. И мне пришлось слышать буквально недавно интересный такой научный, может быть, подход. Может быть, это эксперимент, который проводили. Ну, по крайней мере, человек, который оказался совершенно в разной культуре, как миссионер, а он плюс к тому физик, ему бог сказал обратить внимание на звуки национальных песен. И когда он стал вслушиваться, а потом в определенной лаборатории провели они эксперимент, то, насыпав песок, обычный песок морской, на какую-то металлическую панель, подключили звуки этих песен. И стали появляться фигуры из этого песка. У каждой нации свой рисунок. У евреев стали появляться разные символы евреев. И даже это шестиконечная звезда. И тем самым Господь сказал ему, посмотри, это вписано в нацию, это вписано в генетику, потому что это развивался народ на этих песнях, на этой музыке. А человек, он внутри себя, в самом основании, имеет звуковую волну, вибрации. И когда слушается определенная музыка, на которой растет еще до тебя там прародители, да, потом родители, потом ты, то это начинает производить определенную внутреннюю гармонию и успокоение, потому что человек начинает ощущать себя причастный к корням. Что произошло здесь? Отрыв и от культуры, и от веры, и потеря внутри себя, потому что вот этой гармонии не найти. Ну да. Просто я знаю некоторых молодых людей, несколько их, они ходят в церковь уже годами, но они настолько опустошены, они ничего там, можно сказать, не смогли получить, что они были на грани самоубийства. Я сейчас прочитаю один эксперимент, который проводился у нас в Петербурге, с молодежью. Потому что моя-то задача, я думаю, что и наша с тобой сегодня, не просто указать на проблемы, но указать, прежде всего, на выход. Потому что проблемы вроде бы понятны. Но я хочу сейчас, вот прочитав этот эксперимент, показать, что проблема, с одной стороны, есть иммигрантская, о которой мы сейчас сказали, отрыв от культурных корней, а есть проблема цивилизации. Это уже повсеместно сегодня. И вот как раз этот эксперимент связан уже не с местом, а со временем, в котором мы живем, с определенным влиянием тех обстоятельств или тех технических средств, с которыми встречается особенно молодое поколение и встает под их зависимость. Детям от 12 до 18 лет предложили добровольно провести 8 часов, много это или мало, наедине с самими собой, исключив возможность пользоваться средствами коммуникации, мобильных телефонов и интернетом. При этом запрещалось включать компьютер, любые гаджеты, радио, телевизор. Зато разрешалось целый ряд классических занятий на день с собой. Письмо, чтение, игра на музыкальных инструментах, рисование, рукоделие, пение, прогулка. Автор эксперимента хотела доказать свою рабочую гипотезу о том, что современные дети чересчур много развлекаются и не в состоянии сами себя занять и совершенно не знакомы с своим внутренним миром. По правилам проведения эксперимента дети должны были прийти строго на следующий день и рассказать, как прошло испытание на одиночество. Им разрешалось описывать свое состояние во время эксперимента, записывать действия и мысли. В случае чрезмерного беспокойства, дискомфорта или напряжения психолог рекомендовала немедленно прекратить эксперимент и записать время и причину его прекращения. На первый взгляд, затея эксперимента кажется весьма безобидной. Вот и психолог ошибочно полагала, что это будет совершенно безопасно. Настолько шокирующим результатов эксперимента не ожидал никто. Из 68 участников до конца эксперимента довели только лишь трое. Одна девочка и два мальчика. У троих возникли суициальные мысли, пятеро испытали острые панические атаки, у 27 наблюдались прямые вегетативные симптомы, тошнота, потливость, головокружение, приливы, жара, боль в животе, ощущения шевеления, волос на голове и так далее. Практически каждый испытывал чувство страха и беспокойства. Новизна ситуации, интерес и радость от встречи с собой исчезла практически у всех к началу второго или третьего часа. Только 10 человек из прервавших эксперимент почувствовали беспокойство через три или более часа одиночества. Героическая девочка, доведшая эксперимент до конца, принесла дневник, в котором она все восемь часов подробно описывала свое состояние. Тут уже волосы зашевелились на голове психолога. Из этических соображений она не стала публиковать эти записи. Что делали подростки во время эксперимента? Готовили еду, ели, читали, пытались читать. Делали какие-то школьные задания, хотя дело было на каникулах, но они от отчаяния брались за учебники. Смотрели в окно или шатались по квартире. Вышли на улицу и отправились в магазин или кафе. Общаться было запрещено условиями эксперимента, но они решили, что продавцы или кассиры не в счет. Складывали головоломки или конструктор лего. Рисовали или пытались рисовать. Мылись. Убирались в комнате или квартире. Играли с собакой или кошкой. Занимались на тренажерах или делали гимнастику. Записывали свои ощущения или мысли. Писали письмо на бумаге. Играли на гитаре и пианино. Трое писали стихи или прозу. Один мальчик почти пять часов ездил по городу на автобусе и троллейбусах. Одна девочка вышивала по конве. Один мальчик отправился в парк аттракционов и за три часа докатался до того, что его начало рвать. Один юноша прошел Петербург и с конца в конец порядка 25 километров. Одна девочка пошла в музей политической истории. Еще один мальчик в зоопарк. Одна девочка молилась. Практически все в какой-то момент пытались заснуть, но ни у кого не получилось. В голове навязчиво крутились дурацкие мысли. Прекратив эксперимент, 14 подростков полезли в социальные сети. 20 позвонили приятелям по мобильнику. Трое позвонили родителям. Пятеро пошли к друзьям домой или во двор. Остальные включили телевизор или погрузились в компьютерные игры. Кроме того, почти все и почти сразу включили музыку или сунули в уши наушники. Все страхи и симптомы исчезли сразу, после прекращения экспериментов. 63 подростка задним числом признали эксперимент полезным и интересным для самопознания. Шестеро повторяли его самостоятельно, утверждая, что со второго, а даже с третьего и пятого раза у них получилось. При анализе происходившего с ними во время эксперимента 51 человек употребляли словосочетание «зависимость». Получается, я не могу жить без. Доза, ломка, синдром отмены. Мне все равно нужно. Или все время нужно. Слезть с иглы и так далее. Все без исключения говорили о том, что были ужасно удивлены теми мыслями, которые приходили им в голову в процессе эксперимента, но не сумели их внимательно рассмотреть из-за ухудшения общего состояния. Один из двух мальчиков, успешно закончивших эксперимент, все восемь часов клеил модель парусного корабля с перерывом на еду и прогулку с собакой. Другой сначала разбирался, систематизировал свои коллекции, а потом пересаживал цветы. Ни тот, ни другой не испытывал в процессе эксперимента никаких негативных эмоций и не отмечали возникновения странных мыслей. Получив такие результаты, семейный психолог испугалась. Гипотеза гипотезой, но когда оно вот так, подтверждается. А ведь надо учесть, что в эксперименте принимали участие не все подряд, а лишь те, кто заинтересован и согласился. Ничего себе. Ну, если честно, взять меня, когда я, например, лечу в Европу, я, наверное, точно такое же чувство использую. Не то, что я переживаю, в самолете нужно лететь часов в 12, потом еще в аэропорту ни с кем не общаться. Тоже не знаешь, там вроде бы жизнь как бы пробегает мимо тебя. Но на самом деле жизнь вся внутри тебя. И если вот научиться разговаривать с собой, различать, что я сейчас чувствую, что со мной происходит. Во-первых, призвание вписано внутрь. Его надо прочитать. Как? То, что тебе больше всего хочется. То, что больше всего тебя волнует или даже раздражает, если кто-то делает это не так. Ну, то есть то, где ты неравнодушен. Вот эта сфера, которую надо тебе начать изучать. И если человек, который, допустим, мы посмотрим на спортсменов, да, их постоянно привлекают спортивные какие-то игры. Если это музыкант, его будет привлекать все, что связано с музыкой. То есть есть внутри уже какие-то желания или ожидания, или даже потребности. Что касается разговора, вот вернемся к началу нашего вопроса, молодежь, которая могла, может себя сейчас не найти. Дело в том, что, во-первых, боятся узнать, кто я такой. А может быть, что они как бы просто потерянные настолько, что они не то, что не боятся, они даже и не пытаются узнать, кто они. Дело в том, что есть подсознательный уровень восприятия себя, на который шла информация от важных людей в их жизни. Это родители, это учителя, это друзья. И если тогда, когда для них важные люди, или это пасторы, допустим, говорили в их адрес какие-то нелестные вещи, то там сложился образ восприятия себя. И они боятся туда заглянуть. Но это образ неправильный. С этим образом надо разобраться. И пока ты не разберешься с ним, он все равно будет там жить. Ну, давайте вот мы практически. Ну, например, у человека действительно вот такая проблема. Что он может вот взять сегодня и сделать? Так как я человек, идущий по жизни с Богом, то я и могу посоветовать только то, что испытывала сама, и как я для себя находила этот портрет. Есть описание Божьего взгляда на человека. И найти это описание очень важно. И более того, не просто найти, а еще иметь такой список, после которого, или прочитывая который, ты будешь начинать мыслить о себе по-другому. Потому что в данном случае мы можем теперь уже отделить людей, которые для меня важны. Это родители, это педагоги, это пасторы. И Бога. И если здесь у меня что-то не сложилось, здесь я только слышал только негативные вещи, то мне надо теперь узнать, а Господь-то, Он выше и важнее всех тех, кого сейчас перечислила. И значит, я могу узнать, а какой взгляд у Него на меня. И тогда, когда человек начинает видеть, что Бог о нем говорит, у него появляются два списка. То, что слышал от привычных ему людей, и то, что говорит Бог. И тогда, когда он начнет эти вещи сравнивать, и кто этим займется, то в конечном итоге он выйдет из проблемы. И причем как можно быстрее. Значит, берем лист бумаги и начинаем записывать. Записывать. Что мне говорили обо мне? Или что я чувствую, что я себя представляю? Допустим, я не такой, как все. И причем не в лучшую сторону, как правило, а в худшую. Что я все время где-то что-то не догоняю. Или я не могу со всеми вот так быть наравне. Я не такой спортсмен, я не такой специалист. И так далее. У нас всегда есть вот эта граница, с которой мы себя можем сравнивать. А на самом деле то, что ты не такой, это как раз естественно. И не надо быть таким, как все, а надо быть индивидуально в том, в чем ты рожден и призван. Соответственно, когда я уже понимаю, что мне не надо быть таким, как все. Хорошо, напишу, я уникален. Здорово. Я уникален, а теперь надо посмотреть, в чем мои особенности. Какие-то есть стороны слабые, какие-то есть стороны сильные. И в характере, и в призвании, и внутри того, что я себя чувствую. Значит, я могу записать эти стороны. И сам для себя ставлю задачу. Мне надо разобраться, куда эти стороны мои могут привлечь мое, так скажем, внимание и фокус дальше. В это могут помочь и специалисты. Я сейчас даже говорю и о психологах в том числе, чтобы помочь разобраться с чертами характера, с личностью, с темпераментом. В данном случае этих специалистов достаточно много. Но я не рекомендую, может быть, глубоко туда заходить, чтобы вели тебя психологи по жизни. Просто помочь разобраться с собой для такого, для платформы. Что касается следующего шага, когда я начинаю уже узнавать, что Бог обо мне говорит, Он говорит, ты возлюбленное дитя. Или Он называет меня царственным священством. И когда я узнаю, что я рожден от царя, то кто может родиться от царя? Дети царя. Только принцы и принцессы. Записать. Меня Бог считает своим детем принцем или принцессой. Более того, задать вопрос, а рожден ли я в этой семье? Например, когда говорит Давид, Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Очень такая простая фраза, ее легко запомните. Это 22-й псалом. И можно и псалом выучить, но хотя бы одну фразу. Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Я помню с детьми в школе христианской, мы это проводили такой, может быть, тренинг некоторый, обучали их вникать в Божье слово. Ну вот на этом псалме мы работали. Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Каждому классу я предлагала произнести эту строчку с ударением на отдельное слово. Первый класс говорит, Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Второй, Господь пастырь мой. Третий, Господь пастырь мой. Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться и так далее. А потом каждый класс описывал это содержание с первого слова, второго слова, третьего слова. И как меняется содержание, когда я делаю акцент вот именно на этом слове. Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. То есть я понимаю, что у меня есть нужда, у меня есть пастырь, и я ни в чем не буду нуждаться. А теперь я могу посмотреть, сколько у меня нужд. Тогда у меня следующий вопрос, так Господь ли мой пастырь? А если Господь, то чем Он хочет сейчас меня благословить или куда направить и чему научить? То есть вот тогда мне необходимо взаимодействие. И на мой взгляд, огромная проблема в том, что огорченность сердец молодежи на родителей, на пасторов, на учителей, она привела к разрыву с тем, кто является их творцом и источником всего самого лучшего во Вселенной. Но я не могу сказать, что наши родители или предки были неправы. Они верили, и они верят от всего сердца и по-настоящему. Просто чуть-чуть сейчас расходятся. Это может быть, что, например, старое вино в новые мехи не вливается? Во-первых, я не обвиняю сейчас родителей, говоря об этом. Я понимаю, что... Я тоже не обвиняю, я просто говорю, что произошла как бы несостыковка. И вот этот вот разрыв, он сегодня можно убеждать родителям детей, детям доказывать, что они неплохие для родителей. Но это не приведет ни к чему. Надо встретиться с творцом. И вот здесь я вижу проблему, что если не смогли найти мост родителей в силу, опять же, разных обстоятельств, и культуры, в которые переехали, не смогли ее до конца принять, и ту не оценили. И получилось, что здесь нет ценностей в этой сфере. А для детей, которые являются частью теперь этого общества, им надо понимать ценности культуры. И вот уже получается, что сфера общения или сфера разговора, она здесь вообще пустая. То есть не о чем говорить. Ну да, дети совершенно другие. Я вот даже смотрю по своим племянникам. Склад ума совершенно другой. Развиваются совершенно иначе. Шутки другие. Ну вот все другое. Ну да, как уже национальность другая. Да, да. Соответственно, если мы понимаем, что этот разрыв есть, то надо, хорошая ты сейчас сказала аналогия по отношению нового вина и старых мехов. Есть один путь, который старые мехи еще раз обновляются. Но это бывает однажды. И то при желании их опять обновить. Их надо погрузить в елей, а потом в воду. Знаете, я не знала это. Значит, выход в принципе есть. Есть. И для мехов, и для вина. То есть, если захотят родители все-таки выстроить этот мост, то попросить у Бога этой гибкости, которая начинает происходить, когда ты пропитываешься его природой. Елей — это его природа. Это его присутствие. А слово — это вода. И когда начать читать через эту призму, «Господь, пропитай меня, сделай меня гибким, и пусть слово Твое покажет мне, где сейчас находятся мои дети, что мне надо для них предложить, какой найти путь, какой найти подход, дай мне их почувствовать и пережить». Потому что если написано, что Бог сказал «я пошли дух или», и Он возвратит сердца отцов к детям. Вот не сказано, что Он сердца детей сразу повернет к отцам, а сначала сердца отцов к детям. Значит, все-таки ответственность, прежде всего, родителей повернутся к детям. Вы согласны, что нужно реально через себя переступать в этих моментах? Да, согласна, потому что здесь, скорее всего, придется попросить прощения у детей. И сказать, простите, что мы были очень строги, допустим. Либо что мы считали ценностью то, что на самом деле такой-то ценностью не являлось. А реальные ценности мы потеряли. И это надо назвать для того, чтобы этот мост выстроился. Я сейчас расскажу одну ситуацию, которая случилась здесь, в Америке, но, правда, в американской семье, где и мама, местный человек, и ребенок. Не помню, был ли там отец, но у мамы с сыном был конфликт, скорее всего, это была семья без отца. И она не знала, где найти ответ. Она пошла к христианскому психологу Добсону и стала просить совета. На что он ей предложил написать письмо сыну. И она записала письмо, принесла. Когда тот прочитал, он говорит, ни в коем случае такого письма давать нельзя. В чем суть была письма? Всю свою боль она выразила на листе бумаги. И о том, что она столько пыталась в него вложить, и о том, что она столько делает, а он ее не понимает, он ее не слышит. То есть, по сути, это то, что могут переживать и сейчас родители. И на самом деле она была искренне в этом. Она сказала и написала то, что в ее сердце было. Но выстраивать мост этим не получится. Чтобы выстроить мост, надо понять, а что же чувствует ребенок? А что же в его сердце? И в этом почему с родителей начинается? В этом ответственность родителей, потому что они старше, потому что у них есть больше опыт, потому что у них есть отношения с Богом. Значит, и ожидания от них больше. Но опять же, если родитель на это не идет, ни один, ни второй, ребенок растет, так что ему оставаться теперь уже там, где он есть? В любом случае можно будет и детям начать действовать, и о детях чуть позже. Так вот, что касается родителей. Когда она это письмо передала, он, прочитав, сказал, нет, это письмо отдавать нельзя, но в то же время, говорит, разрешите мне написать от вашего имени письмо, а вы потом прочтете, и если вы согласитесь, то вы ему отдадите. Письмо, которое написал уже Добсон, оно звучало так. «Сынок, я тебя любила все эти годы, все там, допустим, 16 лет, ты был подросток. Все, что я делала, и оно исходило из моей любви. Может быть, не всегда я могла это тебе так преподнести, и оно казалось иногда контролем и неприятным воздействием на тебя. Прости меня за это, что я не смогла выразить тебе свою любовь так, как хотела мое сердце. Но сейчас, когда ты вырос, я могла вложить в тебя именно то, что вложила. И сейчас у тебя есть выбор. И все, что ты будешь делать, ты должен помнить, после каждого твоего действия ты несешь ответственность. С этого момента я не дам тебе ни одного совета, пока ты не попросишь. Я не буду вмешиваться в твои дела, но я и не буду тебя вытаскивать из твоих последствий. Ты берешь ответственность на себя. Я не перестаю тебя любить, я продолжаю тебя любить, но я тебе говорю, ты свободен, но у свободы есть другая сторона ответственности. Вот такого типа письмо она отдала сыну, который, прочитав его, очень обрадовался. В свободе, да? В свободе. И тут же побежал. У него были свои друзья, которые мама не особо пускала. У него была необходимость по маминам наставлению ходить в церковь, он перестал это делать. У него там была необходимость ходить на классы, которые он тоже почти перестал посещать. Ну и понятное дело, мама-то была в беспокойстве, что теперь дальше будет. Она дала ему зеленую улицу. Но спустя некоторое время, естественно, он попал в проблемы. И когда он попал в полицию, и она говорит, нет, сынок, выбирайся сам. У тебя теперь есть тот же выход, у тебя есть Господь, можешь обращаться, он тебе поможет. Но я... Короче говоря, он прошел несколько таких вот последствий, потому что они сразу же вспыхнули. И в конечном итоге он пришел к маме и сказал, мама, мне нужны твои советы. И это уже был другой диалог. Это уже не были советы в пустоту. Это были советы в сердце. Что касается детей. Для детей я вижу очень важным понимание духовных законов. Есть заповедь, которая и в Ветхом, и в Новом Завете она одинаково звучит. В Новом Завете она просто, этот же смысл сохраняется, уже в послании кефесянам. Но в Ветхом Завете, в книге Исход написано, почитай отца и мать, и будет тебе благо, и будешь долголетием на земле. То есть идет речь о количестве лет, и эти годы наполнены содержанием через то, что есть почтение к родителям. Почтение и послушание – это разные вещи. До определенного момента необходимо и то, и другое. Пока ребенок растет в семье под полным покровом родителей, то здесь важно и почтение, и послушание. Родители не выбирают. Поэтому мы живем в той семье, в которой живем. Но, как правило, очень много есть того, что огорчает детей во время процесса их роста. И вот научиться простить родителей за несправедливое, может быть, наказание, за, может быть, жесткое воспитание. У кого в чем? За контроль. И просто сделать этот список, за что у меня в сердце есть горечь или боль, или непрощение в адрес родителей. И когда ребенок это сделает, подросток особенно, то скажет Господь, я хочу с этим списком разобраться, помоги мне. Значит, все же, опять же, нужно взять ручку, листок бумаги, обязательно нужно действие. Действие. И причем это же изнутри достанешь. Чтобы не просто подумать, а чтобы вот аж прямо... Записать. Да, записать. А более того, когда мы говорим о внутреннем мире, с которым так тяжело человеку встретиться, вот исходя из эксперимента, исходя из практики, значит, там что-то тебя не устраивает, что в твоем внутреннем мире тебе некомфортно. Значит, либо там недостаточно света, недостаточно мира, недостаточно понимания. И ты боишься туда опуститься, потому что там что-то такое тебя может напугать или быть непонятным. Но на самом деле наш внутренний мир настолько богат, настолько там много того, что мы можем сегодня даже не подозревать о той красоте и величии, которая там есть, потому что Бог сотворил наш дух. Этот дух, он бесконечен, потому что он из Бога и зашел. Он безначален и бесконечен. И поэтому, когда мы соприкасаемся с этой вечной природой внутри себя, ты можешь самим собой беседовать часами. Без эксперимента. Имеется в виду, что если Бог внутри тебя или там спрашивать его, задавать вопросы, какие мысли тебе приходят, опять же записывать. Потому что тем самым ты делаешь такое зеркальное отражение. Что в моем сердце? О чем я сейчас думаю? Почему я об этом думаю? Чьи это мысли? И, кстати, мысли, которые к нам приходят, люди думают, ну это мои мысли. На самом деле нет. Мысли имеют три источника. И надо разобраться, чьи мысли у тебя сейчас. Если человек много смотрит фильмов, особенно таких вот ужасных, которые со всякими страшилками, то это природа, которую он пускает в свой внутренний мир, и она начинает диктовать ему какой-то уровень мысли. Если это обиды, то обязательно внутри человека будет вести диалог человек, с которым он обижен. И это постоянная вот эта вот перетяжка, да, объяснение, объявление, негодование и так далее. Значит, ты даешь этому миру опять тобой овладеть. Владеть твоими мыслями, обладеть твоими чувствами. И это не твои мысли, а это боль, идущая от сердца, которая формирует эти мысли. Либо которыми ты пытаешься найти выход из сложившейся ситуации. Поэтому есть мысли, идущие от врага, есть мысли, идущие от человеческой потребности. Например, когда ты хочешь есть, у тебя придет эта мысль. От человеческой необходимости спать и так далее. Ты понимаешь, что ты хочешь спать. И есть мысли, идущие от Бога. Но как бороться с негативными мыслями? Понять, что это источник не тот. И не вести с ним диалог. А тут же найти противоположную мысль, идущую от Бога. Например, наступает страх. Многие переживают это состояние. Вот как бороться со страхом? Надо понять, опять же, природу страха, что она прежде всего духовная природа. Это не эмоциональная природа. Она воздействует на эмоции. Но это природа духа. А раз духа, то мы не можем победить ее просто мыслью. Нам надо и слово подключить, и более того, взять источник другой. Ну, практически, к примеру. Ну, наверное, я расскажу один случай, который... Ну, чуть-чуть попозже его расскажу. Сейчас сначала приведу пример с Псалмом 120-м. Потому что вера и страх это противоположные понятия. Если у тебя есть страх, значит, в этой сфере не хватает веры. Это первый анализ, который надо для себя отметить. Вера без слова Божьего не поднимется в тебе. Потому что вера от слышания, слышание от Божьего слова. А так как в нем энергетика Божьего духа, то когда ты начинаешь читать это слово, когда ты его произносишь, даже если ты его еще не понимаешь до конца, оно тебя не увлекло, оно еще не стало твоим откровением, но ты прочитываешь, и сам этот подход уже к Божьему слову тебя начинает очищать. Он уже входит определенным пониманием внутрь тебя, как энергия воды. Мы моемся, у нас попадает она в определенные наши ткани, и в то же время она омывает наши руки. Поэтому все, что связано с Божьим словом, это энергия жизни, это питание веры, а значит, это уход от страха. Там, где есть страх, просмотри эту сферу, я боюсь темноты, а что Бог по этому поводу говорит? Так вот, ситуация связана во Вторую мировую войну в Англии, когда одна женщина, она, как и все, бегала в убежище, когда была сирена, тревога. И она бегала по ночам, утром надо идти на работу. В общем, измученные такие все люди и в состоянии угнетения. Но так как она была христианка, то, находясь дома в более-менее спокойный момент, она открыла Библию и стала читать 120-й Псалом, где написано «Не спит и не дремлет, хранящий Израиля». Но человек, который хочет очень спать, ей очень захотелось вот именно на это обратить внимание, потому что она сразу ее сфокусировала. Она говорит «Господь, ты не спишь, ты не дремлешь». Для нее это оказалось откровением. Не потому, что она предполагала, что Бог спит, но вдруг это у нее так засияло, она говорит «Господи, раз ты не спишь, ну давай кто-нибудь один из нас не будет спать. Если не спишь ты, я буду спать». Вернулся к ней сон. Нет, она не то, что не могла заснуть, она не могла остаться дома из-за того, что была тревога, ей надо было бежать в бомбоубежище, а в бомбоубежище не особо поспишь. И поэтому вся ночь разорвана. И она тогда сказала «Господь, давай мы с тобой договоримся, я буду спокойно ложиться спать, а ты меня будешь охранять». И тогда никакая бомба сюда не прилетит. То есть этот человеку надо было поверить в эти вещи, да, и страх ушел, потому что она прочитала на основании Божьего слова, что он действительно не спит, она может с ним договориться. И тогда, когда она уже прошло несколько таких ночей, она встречает соседей, тебе говорят «Слушай, чего тебя нет в бомбоубежище? Мы уже думали, что тебя где-то там убило». Она говорит «Да нет, я узнала, что Бог не спит». На что они говорят «Да что ты, не знала, что он не спит?» Нет, говорит «Не знала, а тут я узнала, что он не спит, и теперь я сплю». Но они посмеялись над ней, но по факту, когда уже закончилась война, все дома вокруг были разбиты, а ее дом стоял. И не только ее дом, а там еще и соседи, потому что это многоэтажный дом. Значит, вера, она реально изгоняет страх, и она еще приводит в спокойствие твое сердце. И поэтому здесь просто так сказать, страх, я не буду жить в страхе, я не буду жить в страхе, остался один наедине с собой, и страх тебя опять поднял. Еще есть один путь, который могу предложить избавление от страха, это задать вопрос и опять заглянуть в свое сердце, сказать, «Дух Святой, покажи мне, когда этот страх вошел в мою жизнь?» И просто спокойно посидеть с закрытыми глазами, чтобы перед тобой прошли картины твоей жизни. И именно те картины, которые влияют на твое состояние страхов, станут перед тобой. Следующее, что надо сделать, ну, увидел картины, что теперь, да? Мы имеем и Иисуса как начальника веры и начальника времени. А значит, мы можем сказать, Иисус, войди в ту ситуацию, когда со мной произошло то-то или то-то. Допустим, собака напугала. Я хочу увидеть, как ты меня защищаешь в этой ситуации, где ты был в тот момент, и что мне надо услышать, истину какую об этом. И истину ты можешь услышать, допустим, из 90-го псалма, а ангелом своим заповедует о тебе охранять на всех путях. И ты начинаешь понимать, что да, собака тогда тебя напугала, но Иисус, который начальник времени, может туда прийти и встать между тобой и собакой, либо ангела поставить. И ты реально уже понимаешь, что ангел тебя сможет защищать дальше. И вот таким образом исцеление памяти приводит к освобождению от продолжительного страха в течение исторических периодов в целом. И таких вот ситуаций в моей жизни очень много с разными людьми у всех разные ситуации встают, но, по крайней мере, люди реально освобождаются от страха. Окей, давайте сейчас о детях поговорим, как они должны все-таки уважать родителей. Я уже сказала, разница между послушанием и почтением, она выражается в том, если послушание, то там, по сути, тебе сказали, ты делаешь. Если почтение, то здесь вопрос, как ты ощущаешь себя по отношению к родителям, и что ты говоришь, в каком тоне. Допустим, тебе родители говорят, нет, не ходи туда, тебе уже 18 лет. Кстати, есть такая градация, которую стоит сейчас назвать. У ребенка мировоззрение формируется уже к 9 годам. И потому в основном миссионерство, люди, пришедшие к Богу в 9 лет и до 12 лет, это основные миссионеры по миру сегодня. 85 процентов. Люди, которые отдали свое сердце Богу вот в этот период. Причем это не номинально, что их просто родители водили в церковь, а это взаимоотношения, это встреча, это определенный момент жизни, который вот у нас, сейчас рисуется картина на ночных молитвах пророческие. Вот одну картину подарили незнакомой женщине, которая пришла второй, по-моему, раз на ночную молитву. Мы даже не знали, откуда она, кто, уже ей за 50 лет хорошо. И когда ей подарили картину, там была нарисована девочка 5 или 6 лет на поле, где много ромашек и трава. И потом эта женщина сказала, говорит, когда мне было 6 лет, я была на поляне, в траве, и первый раз я пережила воздействие Духа Святого. И вот Господь ей напомнил о их первой встрече. Интересно. Потому что он на самом деле разговаривает с детьми в этот период. И поэтому вспомнить, был ли такой момент. Потому что если был, то возвратиться к нему и сказать, Господь, я потерял эту свежесть. Дай мне опять вспомнить это. Верни опять мне эти переживания. Если нет, то это возможно в любой момент жизни опять попросить, чтобы рождение свыше было. Но сейчас я говорю о 9-летнем возрасте, о 12-ти, когда оно уже формируется. В 13-ти, в общем-то, оно уже сформировано окончательно. И мировоззрение, и понятие жизни о себе, о родителях. И решение уже принимается в 13 лет. Пойдет ли ребенок по стопам родителей. Но осуществляет он это решение после 17-ти, 18-ти. Тогда, когда у него есть, как ему кажется, больше веса об этом заявить. Поэтому родители, которые говорят, ходил-ходил в церковь вдруг в 18 лет раз и не стал. А на самом деле он просто вынужден был ходить с 13-ти, до 16-ти, 17-ти, 18-ти лет. И если вынужден, конечно, он этот разрыв произведет. Ну, а может, ему было неинтересно именно в этой церкви. Он хочет пойти в американскую церковь. Хорошо. Сейчас мы здесь довершим этот вопрос. Если ребенок уже для себя понимает, что у него сформировалось мировоззрение тогда и сейчас у него просто не хочет он поворачиваться в эту сторону, либо у него слишком много боли и непонимания, и может быть действительно неинтересно, то надо сказать, что Бог-то это не традиции, Бог это не опыт родителей, хотя он самый хороший может быть, но Господь это гораздо многообразнее, масштабнее и шире, и глубже. И поэтому в данном случае не надо быть ограниченными только традиционными взглядами, с которыми ты встречался в своей жизни, и они тебе уже не подошли. то Бог тут не при чем. Посмотри на Бога с другой стороны, тем более, если ты часть уже этой культуры, посмотри через эту культуру даже на Бога. Но Господь, он настолько уникален сам по своей сущности, что он может с каждым человеком заговорить на его языке непосредственно. И поэтому для каждого молодого человека, для каждой молодой девушки я могу сказать, если ты скажешь, Иисус, я хочу с тобой встретиться. Кстати сказать, Иисус имеет природу друга и брата. Поэтому позови его именно в этом ракурсе, как сверстника твоего. Не потому, что он станет сверстником, а потому, что он тоже проходил этот возраст. И потому, что он тебя хорошо поймет. Он знает, как в 12 лет у него уже была заинтересованность, и как он учился распознавать добро и зло, когда еще был совсем ребенком. Потому что он говорил, отец открывает мне ухо и запечатлевает наставление. Поэтому ты можешь сказать Господь, а мои уши тоже открой, поговори со мной. Я не хочу знать о тебе, я хочу знать тебя. Я хочу иметь отношение с тобой. И тогда, когда ты будешь это говорить, но прежде всего, друзья мои, разберитесь с болью и обидами на родителей. Потому что, если есть эта боль или на пасторах, или на учителей, если это есть боль, вы закрылись в ракушку и туда не попасть свету. Но тогда, когда вы назовете вещи своими именами, и даже, может быть, у вас прорвется и будет какой-то эмоциональный всплеск, вы будете плакать, говорят, да, мне слишком это дорого стоило, моя жизнь, она была вот под этими тисками. Скажите все, что вы думаете, что вы чувствуете, но после этого я принимаю решение простить. Господь, дай мне силы это сделать до конца. Помоги мне. Я не хочу жить с этим грузом. Я не хочу огорчаться на родителей, потому что, с одной стороны, родители не выбирают, но, с другой стороны, я не судья родителям, а не каждый будет давать отчет перед Богом. Но я хочу, чтобы моя жизнь не пропала. И поэтому, когда вы наведете порядок в этой сфере, и мост построите в своем сердце, эмоционально выстроите отношения с родителями в том смысле, что вы просто их простите. Простите и пошлете благословение. Может быть, у вас есть братья и сестры, которые еще в этой семье, и которые еще маленькие, и пусть они получат тот хороший покров через благословение, которое ваши уста произнесут в адрес родителей. А после чего позовите Иисуса, позовите Дух Святой в своем сердце и скажите, я хочу встретиться. Я хочу понять, кто такой Небесный Отец для меня. Я хочу понять твое сердце, Отец. Скажи мне, кто ты. Если оно было искажено в моем восприятии, потому что я видел своих родителей не такими, как ты, то я прошу тебя, дай мне увидеть тебя, какой ты. И что ты думаешь обо мне. Поговорите с ним вот так открыто и откровенно. И уверяю вас, у Бога очень большой план на молодежь 21 века. Вы просто станете его армией в последнее время. И он вас очень ждет. У меня следующий вопрос. Все-таки очень много молодежи, они по-настоящему ищут Бога, но они не всегда могут так глубоко, можно сказать, познать Его. И вот как раз вот пришел вопрос, что как узнать, вот как услышать голос Иисуса Христа вот по-настоящему, как вот пережить вот Его сверхъестественное присутствие и как найти себя в Нем? Что касается Бога, надо сказать, что Он не прячется от нас. И если есть такое впечатление, что надо Его там искать, надо там умолять и прочее, на самом деле надо быть искренним. Это первое. Во-вторых, иметь потребность реальную, не просто вот как бы сказать, я просто хочу, но посмотрите, что это такое. А на самом деле задать себе вопрос, на самом ли деле я этого хочу? Если на самом деле хочу, то Господь сказал, я на жаждущее изливаю. 44 глава Исаия. Посмотрите, Бог изливает потоки на жаждущее и воды на иссохшее. Сказать Господь, посмотри в мое сердце, у меня есть жажда. Я хочу не знать о Тебе, как я уже сказал, а познать Тебя, какой Ты. И вот если эта жажда у меня недостаточно, восполни ее еще больше. Но дай мне ту жажду, на которой небо реагирует. Потому что я хочу с Тобой встретиться, я хочу узнать, какой Ты и услышать Твой голос. Потому что если мне надо рождение свыше, дай мне рождение свыше. Я сам себя родить не могу. Ну, то есть с Богом надо говорить, что ты чувствуешь, а не то, как надо говорить, как некоторым кажется. И подчас нам говорят, какие фразы надо сказать, а на самом деле далеко не их надо и говорить вообще. Не надо перед Богом рисовать картину, я вот такой, Боже, правильный, но что-то в моей жизни не сложилось. Да нет, я такой, как есть, так и пришел. И слава Богу за то, что Он нас принимает такими, как мы есть, но не оставит такими, как мы есть, потому что мы с тобой сейчас поговорим о твоем сердце. И как раз Он не будет говорить о сердце родителей, Он не будет говорить с родителями о сердцах детей, Он будет говорить с ними о их сердце. А потом повернет к детям или детей к родителям. Поэтому Господь разговаривает с тем, кто к нему пришел. Ну, вот скажите только вопрос, ведь нужно уметь все-таки правильно молиться? Я сейчас как раз и говорю о правильной молитве. Да, как? Будь искренним, быть искренним. Искренно, да, но можно прийти и жаловаться к Богу, а можно как бы... Если у тебя на данный момент, ты вообще с Богом раньше не говорил, не разговаривал, у тебя много жалоб накопилось, даже ты можешь их высказать тоже. Хотя это не совсем та молитва, которую хотелось бы учить людей, но все равно, если у тебя это есть, не прячь. Скажи, Господь, вот мне вот так больно, вот я это сейчас чувствую. Но дальше задавай ему вопросы, кто ты, Господи, для меня? Я хочу, чтобы ты проявил себя, свою мудрость, мне ее не хватает. Я молодой человек, как сказал Соломон, я молодой, царство большое, но дай мне мудрый, чтобы управлять этим народом. И Господу очень понравилась эта молитва. Так вот, взять несколько таких молитв из Священного Писания, Соломонову молитву, молитву Иовиса. Кстати, 2 Паралипоминон, 10 глава, 4 стих. Маленький стих, но его так легко запомнить. «О, если бы ты благословил меня твоим благословением, распространил пределы мои, рука твоя была со мной, сохраняя меня от зла». Вот если вы выучите этот стих и будете молиться каждый день хотя бы только этим стихом, ваша жизнь кардинально изменится. Потому что там ты просишь не о своих каких-то желаниях просто. «Господи, твоим благословением меня благословить, а так как твое благословение придет, то ему надо место, поэтому распространи мои пределы». А раз будут распространены пределы, то будет много уже и желающих эти пределы занять. Поэтому пусть рука твоя будет сохранять меня, потому что я с этими пределами иначе не справлюсь. Но рука твоя сохранит, чтобы зло ко мне не приблизилось. И по сути тут уже, так скажем, много аспектов жизни захвачено. Если ты сейчас идешь по узкой дорожке, «Господь, твое благословение распространит мои пределы». Она станет шире. Или река, она станет больше, глубже. И тогда, когда ты уже окунешься в эту реку и поплывешь, то ты будешь видеть уже подводный мир. Ты будешь прикасаться к тому, что раньше на поверхности не было видно. И поэтому вот такая простая молитва, я думаю, что для молодежи это сейчас находка, потому что все хотят скоростной жизни. Не часами молиться. Вот можешь ты повторять эту молитву несколько раз в день? Делай. Еще такой вопрос. Ситуация. Например, дети верующих родителей, которые выросли все-таки в христианских семьях, отошли от Бога, вернулись потом, но их мучают их грехи прежние, хотя они покаялись о них. Вот как нужно разобраться вот с этим состоянием, потому что они вроде бы хотят служить дальше Богу, что-то делать для Царства Божьего, но вот это их мучает, потому что они себя не считают достаточно святыми. Я не думаю, что кто-нибудь на земле может себя считать достаточно святым. И слава Богу за это, потому что мы не приходим к нему со своей святостью, а мы принимаем его праведность. Есть хороший ролик, в интернете можете его найти, называется «Хорошометр». И там можно понять суть креста. То есть там весы, на которые предлагается встать каждому. И почему-то у одного складывается совершенно не такая картинка, как у других. И вот я не буду этот ролик пересказывать, можно просто будет посмотреть, но там как раз суть того, как Иисус берет на себя то, что тебе кажется невозможно сейчас спрятать. И это прятать не надо, это надо принести ему, это первое. А второе, надо пред Богом понять, что Божье Слово, которое говорит, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб». Не сказано, «всякий, кто исправился, всякий, кто будет делать все досконально, всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». То есть «всякий» включает понятие «всякий». Соответственно, если человек был, как ты сказала, со Христом, ну тут вопрос, был ли он со Христом, либо просто его приводили родители. Соответственно, если он ушел, его совесть мучила, и он вдруг возвращается, и рождается свыше. Что происходит? Есть понятие состава вины. Состав вины — это когда человек на самом деле что-то натворил, соврал, украл, ругался, имел неправильные взаимоотношения с противоположным полом и так далее. Есть состав вины. И этот состав вины гнетет. Человек начинает ощущать бремя на своих плечах. Это начинает его угнетать. Особенно ночью, особенно, когда он один. Потому что это все поднимается. И вот те голоса, которых мы сегодня уже прочитывали, они очень громко начинают кричать. Тогда, когда ты пришел ко Христу, что происходит? Ты говоришь, «Иисус, прости мои грехи». Более того, перед твоими глазами, как правило, проходят эти грехи. То есть ты понимаешь, за что ты просишь прощения. И лучше, когда ты даже называешь, «Я здесь обидел человека», «Я здесь на кого-то, может быть, произносил неправильные слова», «Оскорблял» или так далее. То есть ты конкретно видишь, что ты делал. И ты за эти вещи приносишь покаяние. Когда ты покаялся, что в этот момент происходит в духовном мире? Состав вины разрушен. Но чувство вины еще может оставаться. Поэтому чувство вины в данном случае нелегально на территории твоего сердца. Оно было легальным до тех пор, пока был состав вины еще не разрушен. Но как только состав вины разрушен, чувство вины нелегально. Это уже ложь, с которой надо разобраться. И не жить годами с этой ложью. И просто сказать, «Господь, я каялся за это, и я принимаю твое прощение». А почему люди некоторые годами каются за одно и то же? Потому что они не знают, что Бог сразу прощает. Они в это не верят. Тогда ты не веришь Божьему Слову. Но Господь сказал, признай вину греха своего и будешь помилован. Причем это еще даже в Ветхом Завете, а уж тем более в Новом. Когда у нас есть эта жертва, соответственно, когда человек покаялся, состав вины разрушен, чувство вины — это твоя ответственность прогнать с территории и принять праведность. Ну, один из последних вопросов. Как все-таки найти себя, когда уже человек разобрался с собой, с родителями, уже ищет Бога? Он должен ждать какое-то сверхъестественное слово или он может уже начинать что-то делать, а потом все равно Бог его приведет к определенному служению? Никогда глубина не начинается с берега. Необходимо ступать шаг за шагом. Поэтому то, что ты можешь делать сегодня, верный мало, над ноги получает уже право владычествовать. Поэтому если ты уже разобрался с собой, хотя это очень большой вопрос, и здесь надо не думать, что я уже все о себе знаю, а наоборот задавать как можно больше вопросов. Господь, что ты думаешь обо мне? Кем ты меня видишь? Кстати, задавайте Богу вообще конкретные вопросы. Я хочу видеть, кем ты меня видишь? Потому что Господь такие разные образы дает и показывает, что я просто по своей практике каждый раз удивляюсь, когда я в очередной раз, задав вопрос, получаю ответ. Он не повторяется. Каждый раз показывает новую грань, и в этой грани начинает раскрывать какие-то новые твои особенности, причем даже тогда, когда ты себя так не видел. Например, однажды у меня была молитва, уже после того, когда я несколько раз спрашивала у Бога, кем он меня видит, и вот мы молились с одной девушкой, которая вдруг говорит, вы знаете, вам что-то Бог в руку положил. Я говорю, да. Она говорит, а что? Я говорю, кокос. А вы, говорит, не спрашивали, что это значит? Я говорю, сейчас спрошу. Господь, что значит этот кокос? И он мне говорит, я тебя так вижу. Я говорю, и что это значит? Но он больше мне ничего не ответил, а потом я уже пошла в интернет посмотреть, что кокос из себя представляет, какие его особенности, потому что я, в принципе, кокос не особенно люблю. Но когда я стала читать о нем, то я обнаружила такую особенность, что молочко этого кокоса в пустыне употребляется вместо плазмы крови. То есть, по сути, это спасение жизни, то содержимое, которое есть внутри тебя. Но крепость этого ореха такова, что это, во-первых, это ядро, которое еще покрыто, я недавно увидела, какой кожурой. Это кожура, которую он годами может сохранять в океане, и потом выбросив на берег, опять же, годами лежать, пока она станет уже достоянием земли, только потом прорастает это семя. На Гавайях больше людей умирает от кокосов, чем от аварий. От кокосов? От кокосов, которые падают сверху на голову. То есть, это еще инструмент боевой. Ну, сейчас, конечно, мы ведем речь о враге. Поэтому вот ты начинаешь познавать природу себя через то, что Бог тебе показывает. С одной стороны, ты понимаешь, что да, это есть в твоем характере, и то, и другое, и в твоем служении, но вот этот образ, он тебе сразу даст несколько компонентов. Поэтому, если что-то Господь покажет или скажет, не думай, нет, это не про меня, либо вообще такого быть не может, лучше изучи. И вот то, что является голосом Божьим, и как это распознать в твоем сердце, умиление, в твоем сердце начинается такое растворение, что ли, тебя самого в его присутствии, как от солнечных лучей. И это очень хорошее. Это не то, что там гром с неба, это как раз умиление, это признак его присутствия в твоей жизни, в твоем сердце. И он разговаривает уже сейчас с тобой. Поэтому не ждите чего-то громогласного, а ждите просто диалога внутри собственного сердца. И, конечно же, еще такой вопрос. Понимая, что человек, когда встает на служение, очень много идет препятствий, очень много идет критики. Вот как бороться с этим? Кто призывает на служение? Господь. Господь. Значит, с ним и надо вести диалог о твоем служении. Критика людей, без этого никто не обошелся, и Христос в том числе. И нам не надо рассчитывать, что вокруг нас замолчат люди. Если даже они замолчат, то это плохой признак. Потому что ты уже не достаешь, значит, врага. Значит, твое слово уже никого не трогает. А то, что будоражит, и то, что не оставляет равнодушными, это как раз признак того, что в этом есть божественная природа. Поэтому я рекомендую не обращать внимание на критику, кроме того, чтобы, кстати, обращать только в ту степень, чтобы проверить, так ли это. Если ты видишь, что не так, не надо никому ничего доказывать. А если видишь, что так, правду говорят враги и друзья. Поэтому, ну, только враги говорят это в другой окраске. Неприятно подчас слышать. Но прислушаться стоит. Вот именно к сути вещей. Мне кажется, враги, они зачастую больше льстят, чем критикуют. Нет, ну, почему же? Враги как раз могут наотмашь бить. Поэтому здесь надо быть просто в стойке хорошей. И услышав, проверить, так ли это. Если ты видишь, что не так, забудь об этом. Просто забудь. И не вникай больше. А говори о том, что Бог о тебе говорит. И еще раз утверди слово Божьей истины, что ты его воин, что ты его представитель, у тебя есть власть, у тебя есть позиция в Боге и на небесах, и на земле. И вот это тебя делает сильно. У нас две минуты. Может быть, скажешь какие-то пожелания еще, потом я скажу. Я бы хотела пожелать всей молодежи, чтобы действительно они искали Бога по-настоящему, чтобы вставали этими Исфирями, Сидрахами, Авдинагами, Даниилами, и чтобы они нашли себя и были очень счастливы. Спасибо, Кристина. Я думаю, что как раз о Исфире немножечко скажу в продолжение, чтобы благословить молодежь. Дело в том, что Исфиря, она была из царского рода. Она была внучкой двоюродной Саула. И поэтому женщина, которая имела эту царскую позицию даже в своей внутренности, в генетике, она имела также почтение не к дяде, а к своему брату двоюродному, потому что он ее воспитывал. Он был постарше ее. И вот это почтение, выраженное даже к старшему брату, оно ее привело к тому, что она сама спаслась и спасла нацию. Поэтому я благословляю вас быть в этой позиции. Позиции Даниила и друзей, которые могли отличить ту истину, которая была им вложена родителями. И они смогли не просто выставить, отказавшись от царского стола, они смогли занять позиции власти. Они в десять раз превосходили по уму всех остальных. И поэтому я хочу благословить вас и книгой, и Аиля, где написано, что в последние дни Бог и зальет от Духа своего на всякую плоть. И вы относитесь к этому числу, потому что юноши и девушки будут видеть видение. И я благословляю вас видеть видение. Я благословляю вас узнать свою позицию в Боге. Я благословляю вас принять то, что вы раньше не принимали. И может быть, то, что было сказано вашими родителями негативного, простите их, а примите послание небес. Господь говорит, юноши, вы сильны, потому что Слово Божье живет в вас. И вы победили лукавого. И имейте в виду, что именно тогда вы сильны, когда Слово Божье переселилось в ваше сердце. Поэтому как можно больше проводите время с этой книгой и задавайте вопросы, что это значит для меня и как я могу применить это на практике. Господь обязательно будет с вами, потому что это единственная книга, когда автор присутствует при ее чтении. Всего доброго, до новых встреч, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова